Привет, ульки-красатульки! Сейчас еду за посылочкой Фаберлик и вот вышла на остановке стардома. Сейчас покажу детство мое. Вот здесь у нас стардом. Раньше здесь вдоль заборчика тут другой вообще забор, мне кажется, был или такой же, не помню. Были всякие фрукты, так как у нас нехватка в детстве была. Яблоки, фрукты. Мы всегда вборовали где-нибудь во дворах. Ну, это норма была какая-то в моем детстве, не знаю, как в вашем. И в стардом тоже мы бывали забредали, вот он такой большой весь. Вот, и я помню, что нас даже гоняли, пугали. Мы даже кого-то по именам знали. Кто-то разрешал, типа не обращал внимания, а кто-то вот гонял из стареньких людей нас деток. А вот я сейчас думаю такая, и чё мы им мешали вообще. Дети хотели фруктов. Они там перелазили, залазили на это дерево, чуть трусили там его, да. А нас вот так вот гоняли. Старики не давали нам фруктов поесть. Вот такое вот дело. Здесь я гуляла. Кажется, сейчас я выросла, и кажется, всё таким, каким-то маленьким. как-то всё близко, рядом. А когда была маленькая, мне казалось, что очень далеко всё друг от друга. Извини. Забрала посылку. Когда я говорю, что расстояние кажется, что изменились, это знаете, ну вот, я не знаю, напишите, у кого было так или нет. Вот я когда давно не была в каком-то месте, лет 15, например, или 20, ну то есть была последний раз маленькой. Когда я взрослая, появляюсь там, ну какие-то перестановки, а может даже нет никаких перестановок в районе там, да, то кажется, как будто всё намного меньше. То есть в детстве казалось всё намного больше. Дом, где мы гуляли там, например, мне он казался каким-то большим, каким-то особенным. Аккуратно, да и не надо так делать. А сейчас, смотрю, какой-то маленький, остановки какие-то маленькие, не знаю, расстояния между собой какие-то маленькие оказались большие. Вот про что я. А ещё сейчас мы мимо проходили. Дэнни, встань рядом со мной, пожалуйста, здесь ещё и большие дырочки, не надо тут лазить. Это высоко. Очень большая дырка, не надо, можно упасть там, не надо, иди сюда. Там высоко. Высоко, да, не подходи близко. Короче, проходили мимо, и я увидела издалека библиотека у нас здесь была. Я там проводила очень много времени. Хочу, хочу пойти посмотреть, работает она или нет, зайти, может даже книжку какую-нибудь возьму по психологии. Очень много книг мне надо сейчас читать. Книги сейчас очень дорогие. Вот. Покупать не собираюсь. Читаю всё в интернете. Но мне нравится... Откройте. Сильней. Мне нравится. Спасибо. Мне нравится бумажный вариант. И может быть вот по психологии, те, которых нету в аудио формате, я может возьму, почитаю там по гештальту, по психологии эмоций. Вот сейчас я онлайн читаю, но вот в печатном виде, если есть, то я бы выбрала в печатном виде. Короче, сейчас пройдём, посмотрим, будут рядом через дорогу. И заодно, взгляну, какая она стала, наверняка, меньше, чем была в детстве. Смотрите. Вон от дороги мы отошли. Вот она, библиотека. Она, в принципе, не изменилась. Вот так же вот это вот всё. Машина, да. Знаете, я сейчас иду здесь, не знаю, что это всё здесь, библиотека. Силенка, ты видишь, там видят. Да, да. Сейчас пойдём посмотрим. Сейчас спускаюсь по вот этому району, и честно, я прям кожей ощущаю какой-то страх, честно. Вот оно прям из детства. Я очень... Вообще как-то вот, ну, много страха здесь. Потому что всегда ты кого-то встретишь, а кого-то неприятного, кого-то агрессивного, который хочет что-нибудь у тебя там спросить, да, что-нибудь тебе предъявить. Вот это вот, вот рядом здесь у нас рынок, гаражи вот эти вот. И вот определённый возраст вызывает у меня такое... Ну вот когда мимо библиотеки, кстати, я проходила, я любила здесь зависать частенько, здесь как будто чуть-чуть было спокойнее возле библиотеки, потому что библиотека вызывала какие-то ощущения, ну, типа цивильно там всё, да, без какой-то вот такой агрессии, там. Без шпаны тут в библиотеку они не ходили, им это было неинтересно. Вот. А куда идём? Короче... Да вот я хочу посмотреть. Смотри, библиотека, она... Так, время работы, выходные дни, пятница и суббота. Санитарные. А так они в воскресенье работают с десяти до шести, а по будням с девяти до семи. Всё. Значит, можно завтра прийти сюда. Мам, мы идём на автобус. Мы идём домой на автобус. Короче, видите, как вот некоторые такие вот места, районы, в которых ты давно не был, тело помнит, тело помнит всё. Я уже взрослая, да, и вижу, что здесь, ну, довольно-таки безопасно. Хотя хрен его знают. И тогда, когда я здесь была, здесь было небезопасно для меня лично. А может, для кого-то, кто-то из моих сверстников, из тех, кто гулял здесь, может быть, они совсем другие испытывают ощущения, какие-то воспоминания, да, в этих районах, что у них тут было. А что у меня было, это я помню. Только заходишь на этот район, и постоянно есть люди, которые что-то от тебя хотят. То ли как-то самоутвердиться, то ли что. вот, и всякие сложности были. То есть, ну, не было такого, чтобы меня там, знаете, что-то сильно булили там, вот как-то, да, или у меня там сильно много стычек каких-то было. Но мне приходилось быть очень внимательной и очень осторожной, чтобы этого не было. Но какие-то конфликты всегда были. Я что-то видела, наблюдала всегда, и где было страшно, и где думаешь, блин, лучше обойду. Ну, понимаете? А бывало, что обойди не получается, и ты сталкиваешься с каким-то конфликтом, что-то испытываешь. И вот это постоянно, это было каждый день. Вот. Ну, каждый день гуляли и так далее. Ну, потом это переросло. Вот я просто вспоминаю, волосы во рту бесят. Просто вспоминаю какой-то один период из жизни. И вот так все запечатлилось на уровне тела, что я иду с ребенком уже, да, понимаю, что мне здесь ничего не грозит, а тело помнит. Ишь, прям вот прям в груди там что-то сжимается. Вот. Но в библиотеку все равно надо будет заскочить. В любом случае, я сейчас бы не взяла ничего, потому что у меня нет ни паспорта, ни прав с собой. Я вообще сумку не взяла. Взяла только карточку и телефон. И все. Вряд ли мне бы дали, потому что надо записаться. Без документов в ряд. Ну что, как же я ждала эту посылочку. Сейчас я ее открою и посмотрю, что я там взяла. Очень много всего для ногтей. Кстати, в прошлый раз вот у меня один только ноготь, видите, откололся. Ну, именно лак слез. Я проходила с ними неделю. Здесь два слоя лак Фаберлик и сверху сделала топ, как многие мне советовали. Ну, мне разные фирмы топов для ногтей рекомендовали, да? Ну, так как я заказываю все в Фаберлик, а там есть несколько видов топов, я заказала там. И очень классно. Неделю проносила. Вот вторая рука, чтобы вот вторая рука, чтобы вы видели, да? То есть вполне себе можно даже еще поносить. Но неделя, ровно неделя. Вот суббота сегодня. В прошлую субботу вечером я их красила. Короче, там много разных лаков. Еще один новый топ, два топа. Один матовый топ, другой не матовый. Короче, сейчас я хочу скорее накрасить ногти. Я еще базу взяла, чтобы попробовать посмотреть, сколько с базой будет. В этот раз я хочу накрасить базу, потом там слой лака, сколько нужно, и сверху еще топ, и посмотреть. А, у меня еще и сушка, по-моему, для ногтей. А, может, я ее не взяла. Короче, что-то я там не брала. Итак, смотрите, что я набрала. Во-первых, я взяла две красочки. Одну я взяла 11.1. Хочу все-таки попробовать ей покрасить. Это ультра осветляющий блонд, пепельный. Я хочу посмотреть, как он будет, зайдет мне на мои корни, да, и что там будет. А это, если вдруг что-то будет некрасиво, что-то не получится, может быть, недостаточно высветлит, или будут желтые корни. Я взяла еще 9.1. Это тоже пепельный, но уровень девятка. Короче, посмотрим. Вот здесь точно желтые корни не будут, потому что они будут такие чуть притемленные, но при этом блонд. Короче, может быть, я даже брала этот цвет. По-моему, я даже брала этот цвет. Короче, решила взять две краски. Шампунь я ей пользуюсь. У меня закончилась прошлая шампунь, и я заказала такую же, потому что вполне меня удовлетворяет волосы, сильно не жирнятся, перхоти, всяких шелушений нет. Я довольна. Это появились новиночки у них. Значит, короче, это шампунь и гель два в одном, а это для ванны такая пена, гель. Меняет цвета, представляете? Как хамелеончик. Купается ребенок, а цвета меняются. Очень классный, необычный аромат. Это мой любимый шампунь. Обалденно пахнет, классно сушит волосы в плане том, что, короче, если надо и нет возможности, а у меня сейчас горячей воды как раз нет. Ну, короче, я вот люблю этот Фоберлик, все время беру этот сухой шампунь. И тадам! Все для ногтей. Вот, такой у меня, смотрите, я даже повторы какие-то, по-моему, заказала. Ну, у меня другой лак для ногтей, по-другому, в другом тюбике. Но вот такие тоже у меня есть. Смотрите, какие я модные цвета заказала. Вообще, прям подходит, да? Сейчас сделаю опрос и пусть мои зрители проголосуют, какой цвет. Мне нравится любой, я готова любым покрасить. Хотя, знаете, вот этот похожий, который у меня сейчас, может быть, я вот такой или вот такой захочу. Короче говоря, вот здесь тоже два цвета каких-то. Ну, вот неудобно, кстати, что цветов нет. Можно будет лаком сейчас сделаю. Короче, открыла, посмотрела, вот этот вот красный бордо такой, а этот бежевый, прям, прям, белобежевый, такой молочный цвет. Вот, здесь у нас идет база и топ два в одном. База и топ. Я их что, два взяла? Прикиньте, они два одинаковых, а я думала, что один база, а другой база и топ. А получается, что они просто два одинаковых. Ну, ничего, да? тринадцать двадцать девять, тринадцать двадцать девять, не углядела, в разных местах, видимо, смотрела. Короче, теперь у меня очень много базы и топа, вот, два в одном. И, а это, а это матовый топ. Ну, на самом деле, я вчера перебирала лаки, и у меня, оказывается, есть и матовый топ от Фаберлик, вот, и база отдельно. Ну, вот это маслица для ногтей. Короче, какие-нибудь накрашу и покажу. Ещё я взяла тоже у них там новиночки, костюм, вот, ну, разделили заказ на два. Здесь только штаны, вы можете посмотреть. Цвет мне понравился, мне кажется, он очень мне подойдёт. Смотрите, ну, щикардос! Да и вот так тоже классно. Да и вот эти тоже классные сюда подойдут. Короче, классные, он просто вельветовый, да, красивенький, у меня ничего вельветового нет, цвет мне этот очень подойдёт, я сразу вижу себя вот блондинка, сюда очень идёт блонд, вот, ну, красиво сочетается блонд и блонд, и вот этот цвет. И красная помада, вот прям я себе как-то вижу. Ну, короче, ждём ещё кофточку, думаю, будет круто. Вот такой заказик. Ссылочка, кстати, будет под видео на Фаберлик. Всем привет! Мы в таксишке с Денечкой едем на новоселье Калёнки. они переехали в новую квартиру. Мы тут им набрали подарочков, покрывала, всякие обновления, подушечки новые. Да? Угу. Вот, Эчка улыбается, едет на релаксе. Ну, и я. Едем. Ну что, мы приехали в гости к Алёне. Не буду вам ничего показывать. Алёна когда-нибудь сама, может быть, снимет, покажет. Она в прошлом блогер, но пока что перестала снимать. Вот такой красивый вид, смотрите, в окошечко. Вау! Панорамные окна, панорамные окна, это вообще моя мечта. Вот честно, мой гештальт не закрылся еще, когда я купила свою квартиру и, ну, уже не было с панорамными окнами, потому что я покупала последние квартиры. И вот глаза мои радуются, когда я вижу вот такие окна в пол. Так что сейчас мы будем кушать и наслаждаться видами. Так, а вот мы еще сели, поели. Как всегда, Алёна меня встречает. Салат сделала с рукавой, с креветками, это курник, это у нас макароны с мясом, все так вкусно пахнет. В общем, приятного нам аппетита. Приветульки, мои хорошие. Ой, хочу покраситься сейчас, не буду я снимать отдельных видосов никаких, я прям в обложек здесь и сниму. Хочу покрасить корни и захватить прям вот этот кусок весь, который, видите, я тогда осветляла. Не знаю, хватит ли у меня краски, у меня одна краска. Я ее сейчас разведу один к двум на девяти процентах. Посмотрим, как она приподнимет корень, посмотрим, что будет, потом по длине по всей проведу, проэмульгирую. Вот, сегодня мы дома, я хотела Даньку в садик отвезти, у меня сегодня две консультации было, точнее, должно было быть две, а была одна. Вот. работаем сейчас там с одним моментом у человека, посмотрим, как он пойдет. В общем, провела вторую консультацию потом, и что еще? Сделала заказ, с мамой договорилась, она завтра приедет, завтра уже надо пораньше вставать. Я, короче, встала утром, будильник завела, встала такая утром, и понимаю, что что-то я, ну, не хочу вставать, и я уже с вечера, наверное, думала пойти, не пойти, но будильник звенел, я его просто выключила, и все, потому что захотелось сегодня выспаться, и чувствовала, что я такая невыспавшаяся, потому что два дня, потому что, потому что, да, всего есть причина, потому что два дня я буду рано вставать, и это ответственно, это нужно, а если я невыспавшаяся, то мне будет тяжко даваться эти два дня. Короче, я решила сегодня никуда не везти Даньку, мы выспались, если я реально спала до 12 часов, мило, что моя девка, я ей сегодня купила новый туалет, сейчас покажу, ну, в смысле новый туалет, я имею ввиду наполнитель новый, вот, засыпала ей только что, помыла все, это глиняные, натуральные вроде бы, тут пишут, ну, она сходила в туалетик нормально, кстати, ей понравилось, вот, я решила еще крышку попробовать не одевать, мама говорит, попробуй крышку сними, может ей так будет удобнее, ну, я сразу буду видеть, что она наделала, а то она сделает, и она же не пахнет, ничего, и потом не ходит туда, короче, у нас три совочка разных, видите, с крупными, для силикагеля, с средними, с мелкими, в общем, вроде удобно, его единственное, что в унитаз нельзя кидать, его сразу в мусор кидать, ну, посмотрим, первый раз такое беру, так, в общем, на кухню пришла, фу, на кухню, в ванну, вот у меня, что до сейчас, корни вот так уже отросли, и вот, короче, сейчас покрашусь, посмотрите, зацените, у Аленки в гостях была, кстати, она говорит, волосы так отросли, но я хочу еще длиннее, я прям хочу, чтобы до пояса, где-то точно были, до талии прям, вот, короче, пойду намажусь, так, ну что нанесла, сейчас засеку время, минут 40, у меня еще осталось, тут оказывается, краски, нормально, мне одного тюбика, отлично, в общем, до половины прям так красила, надеюсь, что оно поднимется, уже, ну, надеюсь, должно, посмотрим, короче, покажу чушь процесса, я проэмульбировала еще по всей длине сейчас, красочку, от корней, плюс у меня там еще оставалось, сейчас, пять минуточек, жду и смываю, кстати, в магазине, где я покупала краску, и в одном, и в другом, я спрашивала, говорю, ну эмульгировать же нельзя 1281, они мне все, да ну эмульгируют, нормально все, мне просто кто-то писал, что нельзя вот это вот, эмульгировать вот этот уровень, типа нужно тонировать другой краской, а это осветляющая серия, и типа не безопасно для волос это, но я эмульгировала на самом деле, цвет даже подобрать не могу такой по длине, ну короче, продавцы в итоге говорят, да эмульгируют все, ну короче, у меня нормально, волосы хуже не становятся, поэтому я эмульгирую без страха, время пока что, если что подстригусь, слушайте, я покрасила волосы и забыла их снять, сейчас уже вечером, мы сейчас спать идем, я вспоминаю, не сняла же, короче, немножко пятнами получилось, потому что холодный здесь взялся, как следует, корни чуть-чуть, ну капельку желтят, на разнице вот этой вот, да, ну после пару смывок будет отличный однотонный, красивый цвет, ну в общем-то, как обычно у меня это и было, когда я красила этой краской, вот, так что, ну в целом нормально, ну вот есть какие-то желтинки, есть вот холоднинки, вот оно такое все, разнокалиберное, ну в целом неплохо, ладно, нормально, здесь даже особо и не видно, сами по себе корни не желтые, просто они, ну при другом свете виднеются, потому что вот здесь больше, сироты такой, набрал вот этот вот кусок пигмента, нормально, и по длине не набрал пигмента, короче так, в целом нормально, мне нравится, всем приветулечки, сегодня я с вами еще не здоровалась, сегодня у меня началась, до двух дневков по гештальтерапии, я уже пришла, сегодня уже закончилась у нас, первый день нашей двухдневки, сегодня я необычно ловила себя, на полном релаксе, вообще я как пришла в группу, и просто вот раз и все, я отложила все свои дела на сегодня, я так соскучилась за группой, сегодня у нас полная группа была практически, наслаждалась всеми процессами, мы пошли покушать, еда сегодня была вкусная, погода сегодня была классная, вот просто вот каждую минуту наслаждение, вот реально, я не знаю, что сегодня было за состояние, и под конец я уже почувствовала усталость, хотя мне показалось, что настолько все было спокойно, настолько все было вообще без каких-то эмоциональных качелей, никаких всплесков, ни в одну сторону, ни в другую, то есть ни какой-то сильной радости, ни какой-то сильной грусти, ни какой-то сильно вообще, вот просто какой-то ровный кайф, я такая думаю, что за день интересный такой, но я прям наслаждалась, не успела даже насладиться немного едой, и то даже этот процесс не выбил меня из моей спокойной колеи, а потому что мы ждали долго заказ, но заказ привнесли, и я просто съела ложечку там ньёки с соусом сливочным, с курочкой, с грибами, и настолько это было вкусно, что просто все ожидания, которые наши были, да даже, честно говоря, и ожидания меня не смутили, девчонки рядом со мной вроде такие, раз, что-то долго, что-то мы уже долго ждём, долго ждём, ну то есть я наблюдаю их суету, какой-то дискомфорт, но на самом деле мне было норм, я понимала, что да и не важно, ну и что, ну опоздаем чуть-чуть, ничего страшного, вообще вот просто вот всё меня радовало, мне интересно стало, вот, короче, я пришла домой, вот такая уставшая, мамочка наготовила тут кучу всего, и супчик приготовила, я давно не ела супчик, и капусточку мою любимую сделала, вот, и сейчас я хочу умыться, вот решила вам пару словечек сказать, решила умыться, покушать, Деньку искупать, и лечь, сейчас смотрю сериал «Химера», интересно, мне нравится наш русский, надо искупаться, и, короче, вот такое состояние, так интересно было сегодня реально наслаждаться, прям вот просто быть в каком-то процессе, просто реально отдых, внутренний какой-то прям, знаете, устойчивый такой вот, даже не баланс, я не знаю даже как-то это назвать, как, знаете, вот просто, наверное, вот как люди идут, допустим, на массаж, там в баньку, и вот они там в баньке, значит, попарились, значит, там покупались, и вот они как будто такие, знаете, вот прям вот вот в максимальном спокойствии, ну, я не была в баньке, но ощущение у меня вот такое, такое вот, и сейчас я хочу спать, ещё у меня такое бывает, честно говоря, когда я не выспалась, вот, и когда я день провожу, не напрягая себя, вот такая не выспавшаяся, и не напрягая себя, у тебя как будто нет особо сильно много энергии для того, чтобы там сильно радоваться, или сильно грустить, у тебя просто нет сил, грубо говоря, каких-то ресурсов сильного, да, может быть, это оно было, не знаю, сегодня пораньше ляжем спать, посмотрим, что будет завтра, но я очень рада, что первая невогневка состоялась, всегда скучаю, мне хочется больше, мне мало даже, вот, короче, сегодня я в кайфе, в релаксе, все дела отложила, никакой суеты, наслаждения. Ну что, мои, хорошее утро ранее, я сегодня, так, на остановочке, чуть пораньше вышла, вчера, с Денькой бесились, у меня ранение, так, настроение хорошее, пока бодрячком, у меня еще что-то на глазу вскакивает, мне кажется, у меня болит глаз, как будто там внутри, может быть, прищик, или типа ищет меня, что-то, не знаю, короче, редко что у меня выскакивает на глазах, вот, что-то, что-то, кажется, выскочит, а я надеюсь, и не выскочит, вот, так, автобус едет уже, хорошо, вовремя буду, даже раньше буду, места займу, ну что, закончилась моя двухдневка, я истощена, невозможно просто, у нас сегодня потом в конце была еще терапия, такая открытая, где очень откликнулась мне, ну, процессы девушки, я как будто трехчасовой фильм посмотрела, знаете, который до глубины души тебя тронул, просто, и выплакалась, и просто, и я устала, интересная вообще была тема, в общем-то, сейчас иду домой, очень хочется прямо себе так позаботиться, вкусный чай сделать, вкусную еду поесть, с сыном пообниматься, мама звонит, приветулечки, доброго утрулечки, глазик мой становится чуть лучше, я уже проснулась, сегодня мы с Денечкой подстриглись, съездили, покатались на лифте, сейчас еще поедем в торговую, в торговый центр, покушаем, покатаемся на лифте, вот, это условие Дениана было, потому что я ему, прежде чем идти в садик, вот, я ему обещала, что мы в понедельник, 16-го числа, обязательно поедем, покатаемся на лифтах, в торговый центр, и так получилось, что у меня вот это вот на глазу вскочило, и я решила, ну, как бы, у меня и тяжесть была такая, знаете, это как бы, такой процесс воспалительный, как-то на всем теле отражался, и это у меня был ячмень, я уже поняла, все почитала в интернете, ничем не лечила, сейчас только фурацелином немного мажу, чтобы просто, как бы, ничего там новой заразы никакой не было, вот, но уже все как бы, и опухоль сходит, и уже лучше становится, вот, и он говорит, ну, если не вчера, значит, сегодня, в садик категорически отказался идти, я говорю, ну, давай тогда завтра, в садик точно, он говорит, тогда сегодня на лифтах, поэтому, мы сегодня выяснили, я думаю, подстричься, заодно подстригли, и вот, сейчас ждем автобус, прям до Меги, 164-й мы сейчас ждем, и поедем, мы не поедем на автобусе, а на чем? у меня такси, ну, такси и дороговато будет туда, зайка, надо на автобусе, подешевле будет, сэкономим, сэкономим, всем привет, урики, доброго дня, мой глазик становится лучше, отвела Денечку в сад, среди недели, все соскучились, такие, там друг Денген сразу, о, какой сюрприз, да е-мое, блин, что-то до школы далековато идти, я уже, блин, тут, сейчас грязи очень много, и приходится все это обходить, грязи, я иду до школы, вот, я иду до школы, я не знаю, что мне там скажут, все говорят, ну, заранее, что-то за год, какие-то подготовишки, я хочу пойти и узнать, если меня не выгонят, вообще дадут мне консультацию, или дадут мне просто телефон, он скажет, звоните, или почту пишите, хотелось бы с глазу на глаз поговорить, как-то, с человеком живым, вот, я иду сейчас в школу, не знаю, что меня ждет, школа, это для меня отдельный триггер вообще, школу не любила, так, ну что, первое впечатление о школе мне понравилось, поговорила в канцелярии с женщиной, она говорит, не торопитесь, не спешите, на подготовительную группу, вы, говорит, уже не успели, уже она набрана, и уже не берут, сформированы, вот, дополнительно, сами занимайтесь, где, где найдете, подготовишки, вот, я говорю, а есть какие-то условия для детей, что там поступают, что они там должны уметь, там говорят, кто-то уже читает, пишет, какие-то требования там к детям, чтобы я поняла, насколько ребенок готов, насколько надо, она говорит, есть приходят в первый класс, которые и читают, и пишут, есть вообще нулевые, которые даже букв не знают, ничего, говорит, всех учим, вот, ребенку, как бы, полных шесть с половиной лет должно быть на момент поступления, так, а как отсюда выйти теперь? Сейчас выходила я, и не было никаких кнопок, ни диспетчера, с ключа входят, с ключа выходят, девочка открыла мне дверь, я говорю, а как вы выходите, если вы ключ забыли, или что-то, она говорит, ну, иду тогда туда, либо через забор перелезаем, вообще, что-то вот как-то странно они это придумали, что у нас, нету, вот калитка у нас, да, огражденный комплекс, я удаленно не могу калитку открыть, поначалу, когда люди, эти, доставка, допустим, приходила, они говорят, а как открыть у вас там, да, я говорю, да никак, и охрана, интересно, она не открывает, то есть, я помню, поначалу просили, они такие, мы не открываем, то есть, либо спускаются, открывать, либо надо стоять и ждать, когда кто-нибудь, ну, будет проходить домой, например, прикиньте, вот вообще не по-русски сделали вот это, и в школе, вот, пожалуйста, получается, что там есть выходы, где тебя откроют, а вот через этот вход, если тебя не отключат, и не войдешь, не выйдешь, короче, первое впечатление нормальное, никаких жестких требований нет, вот, 11 классов, они первых в этом году сделали, говорит, еще условия для поступления, говорит, мы не знаем, поэтому расслабьтесь, первого числа, там, с первого числа, короче, до первого сентября, мы принимаем документы, вот, можете даже сразу с первого числа не начинать, потому что, типа, сайт ложится, есть разные мамы, которые уже с первого апреля начинают просто там все штудировать, и переживают, попадут, наверное, не попадут, так, ладно, дома поговорим, короче говоря, как я тут выгляжу, мамик, короче говоря, поболтали, она так сказала, что, кто приходит, допустим, не готовый, ну, букв не знает, считать не умеет, да, то есть, вот такие детки бывают, приходят, у меня Дэни алфавит весь знает, считает, ну, до 100, если захочет, посчитает, вот, и классно, уже даже пишет там слова какие-то, срисовывает слова и знает, что вот я Дэни написала, вот я Вселено написала, как бы игры какие-то, ну, нормально, вот, то есть, ну, нужно будет подготовишки где-то найти, но она сказала так, мы учим, не хотят заставим, меня еще это так размешило, я говорю, гуманными хоть способами заставляете, ну, то вроде да, что-то она меня так успокоила, действительно, мама, наверное, больше переживает, вот, во всяком случае, те, которые меня окружали, потому что мне, да, надо спешить, надо то, надо заранее, а то все, вот, оказывается, не все, да, условия какие-то сейчас в садик не берут, прям, ну, ни одна и не две мамы мне об этом говорили, да все нормально, с любыми условиями берут, вот, места, как бы, сказали, что, так все сказали, говорит, всех по прописке возьмем, типа, как я так поняла, обязаны взять, что ли, всех по прописке, вот, так что, не знаю, она еще, говорит, сама я не знаю условия, нам когда дадут распоряжение, и мы, говорит, тогда только 1 апреля, там, да, в апреле выставим, вот, дала мне телефон, дала мне группу в телеграме, подписывайтесь, говорит, и там же это, но я сейчас вот шла и думала, какие можно дополнительные деньги придумать, но я бы такая никуда бы не ходила, вот мы позанимались тогда, я помню, показывала вам, как там онлайн занимались, мне понравилось в целом, потому что сейчас компьютер, это такая тема современная, деткам интересно, вот, я за компьютером все время сижу, ребенок хочет там иногда нет-нет, там за мамой повторять, да, то есть у него будут свои дела за компьютером, я так-то его за компьютер вообще не пускаю, то есть он не знает, что такое сидеть там за компьютером, смотреть мультики, нет, то есть вот он телевизор может посмотреть, и иногда я ему даю свой телефон, я забрала у него его телефон, у него теперь своего телефона нет, он там не сидит все время, вот, и только иногда я ему даю свой телефон, мы меняемся с ним, вот, поэтому, я думаю, ему интересно будет иметь свои дела за компьютером, как мама, как взрослый. Он уже тянется к каким-то таким штукам. Там, мама, не трогай меня. Так, это мое. Разделяют уже границы там. Я там говорю, дай я поцелую. Он такой, нет. Я говорю, ты меня поцелуешь? Нет. Все. Я отхожу. Потом он подходит, говорит, ладно, дай я поцелую. Целую меня. Ну, то есть границы уже, да, вычерчивает. Вот. Поэтому я думаю, что все будет хорошо в моем режиме. Никаких спешек, никакой суеты не нужно наводить. Все будет нормально. Единственное, что я переживаю за то, что через годик, через годик или через какое-то время нужно нам будет, или как вообще условия сойдутся. Ну, я вообще думала, что мы поедем в Беларусь. Там пожить может быть годик, может быть два. Ну, опять же, все зависит от условий. Но такой вариант был. Конечно, если он начнет ходить в школу, как бы вот это вот по школам перебрасывать вообще не хотелось. Тем более в Беларуси. Я не знаю там, как что все устроено, да. У нас вот школа тут новенькая, зашла там, все красиво там. Ну, прям красота. Чистенькая, новенькая все. Вот, а если мы пойдем в какой-то район, где там будем жить, какая там будет школа, какие условия. Вот это вот я не знаю. Ну, посмотрим. Время покажет. До апреля еще дожить надо, там уже вот теплота настанет. Я думаю, что в первый класс, наверное, мы пойдем, посмотрим вообще, че как. Вообще не представляю. Так вот в садик его на целый день отдаешь, допустим, и все. Он там кушает, развлекается. Они там в группе, да. А то школа. Перемена. Куча людей. Он маленький еще, мне кажется. Я так переживаю. Уже. Да, не сказать, что я совсем такая нетревожная мама. В каких-то моментах я тревожная, но. Ну, и плюс получается, если в первую смену, да, отвожу до обеда вон там, потом за ним зайду. То есть первое время я буду его забирать. Я не представляю даже вот 7 лет, чтобы он сам у меня ходил. Хотя у нас тут ЖК. Не знаю. Ну, я не тороплю вообще с такими моментами. Я смотрю от ребенка, да. Как он. Как только он насыщается, да, вот этой вот любовью, вот этим вот всем, что мама рядом и так далее. Из безопасной точки собственного ощущения, ну, происходят вообще какие-то естественные процессы у ребенка. И у каждого, ну, в целом мы можем рассматривать какие-то диады, да, когда все это происходит. Но также не нужно исключать индивидуальное развитие каждого ребенка. Поэтому не говорят, что там до, например, точно вот там в трех вот это происходит. Нет, часто берут там 3-5. Потому что у кого-то в 3, у кого-то в 5 могут появляться там уже какие-то переходные моменты. Вот. Поэтому я смотрю за своим ребенком. И я вижу, что он старается отделяться уже, да, уже там моя комната, мою это. Ему уже хочется уединения какого-то. Я ему это даю. Вот. А я специально, я его не отсоединяю от себя. Типа, барахтайся, давай там взрослей скорее. Вообще его не тороплю взрослеть. Я рано повзрослела в силу обстоятельств разных. И это на моей жизни сказывалось по-разному. И положительная есть сторона у этого, и есть отрицательная сторона. Ну вот за последнее время я сейчас, мне кажется, из-за этой жесткой взрослости своей, не взрослости даже, да, а скорее гиперконтроля какого-то своего и ответственности. Чуть выскочила, подослабила этот ремень вот здесь вот, у горла. Как мне хорошо, боже мой. Я просто понимаю, 37 лет в каком режиме, и что. Да, ты бежишь, достигаешь вроде и цели там, и все такое. Но какая-то свобода, когда ты снимаешь с себя вот какую-то ответственность большую, которую ты на себя возложила. И получается, ты там-то особо и ребенком не помнишь, чтобы была беззаботным. Мне с детства уже хотелось быть взрослой, ответственной, зарабатывать деньги, саму себя обеспечивать. А сейчас вот я не допрожила это все там, и сейчас мне очень хочется побыть ребенком, чтобы вы обо мне позаботились, и я вообще ни за что не отвечала. А иногда вот так смотришь, что ты уже взрослый. Ты уже как бы вот так просто, щелкнув пальцем, не можешь стать ребенком. Ну, разве что там относительно каких-то моментов можешь разрешить себе не делать ничего целый день. Или можешь взять отпуск. Но для этого нужно тоже там как-то поработать, постараться и все условия себе создать для того, чтобы разрешить себе неделю быть ребенком. И ни за что не отвечать. Вот. Но когда у тебя ребенок, ты уже не можешь это сделать, понимаете? А взрослый есть взрослый. Взрослый — это не ребенок. Да, можно иногда расслабляться и чувствовать себя как-то беззаботно, то есть позаботиться об этом, но вот так уже тотально это не получится сделать. Вот потихонечку я допроживаю свои детские моменты, забочусь о себе сейчас по-разному из взрослой части. Поэтому я вообще не тороплю ребенка своего быть взрослым. Я себя прям по губам внутренне бью, когда я ему говорю, ты же взрослый. Куда он взрослый, блин, 6 лет? Он ребенок. Самый, что не настоящий ребенок. И он будет ребенком еще до 18 лет. и только после 18 потихонечку начнет взрослеть, да, ну, отделяться, начнет взрослеть. Вот в 17, да, уже вот это вот, да, будут происходить там моменты сепарации, там уже в 12-13 лет, вот это отделение уже со сверстниками, там родительское обесценивание, да, там и со сверстниками больше и важнее, там будет интереснее общаться. Вот, потом в итоге вообще вот это отделение от родителей обесценивания их такое прям самостоятельное. Ну, добро, добро. Без этого, без этого никак не отделиться. Ну, по-здоровому. Поэтому знаю все эти процессы, я ко всему этому готова, все нормально. Вот. Ну, в общем-то, можно не переживать, короче. Мне сказали, до апреля расслабьтесь вообще, ни о чем не думаете. Ну, подготовишки, если хотите, то ходите, а так не обязательно. Такие дела. Так что я нарослабоню. Данька, в садике я сейчас что-нибудь перекушу, полежу. Глазик уже лучше. Видео-то забросила, да, не снимаю, но у меня уже большой влог, мне кажется, там много уже всего напихано. Что, сегодня мы были в торговом центре, и я что-то решила не снимать вообще ни в сторисы, ни сюда. Просто я вообще, пока мы катались на лифтах разных, пока покушали, я вообще параллельно там еще видос монтировала. Данька пока катается туда-сюда, пока к нам охранник не подойдет, уже не скажет, ну, что вы туда-сюда? Я говорю, да катаемся. Вот, он такой, ну, как бы сказать нечего с одной стороны, да, потому что мы же катаемся и люди с нами вместе туда-сюда ездят. Потому что то, что мы из лифта не выходим, как бы, что такого? Так-то все время люди туда-сюда ездят. Вот, и это, ну, пока он там катается, я видео промонтировала, там полтора часа видео. Вот, и очень много на него ушло. Так, я его еще не доделала, я только первую половину просто нарезала сначала, теперь мне надо будет вставки, переписки там вставить. Короче, переписка была интересная у нас с девочкой, и я решила сделать обзор. на эту переписку психоразбор. Вот, потом пришла домой, пока я накрашена, надо рилс снять. Вот, сняла рилс. Вот, ноготочки я показывала, я, наверное, только в сторис показывала. Короче, я набрала себе в Фаберли кучу разных лаков, вот это же вот, и подписчикам говорю, давайте, выбирайте лак. Ну, так все время прикольненько, да, там выбрать, вот ты выбираешь, выбираешь, большинство проголосовало. Ну, естественно, все новые лаки выставила, мне, в принципе, все равно было, каким красить, и думаю, пусть выберут они. И вот они выбрали сюрприз в черных флаконах, а потом я только название первое, да, вот это вот был Ви, вишневый, вишневый что-то там, а второе был Пу, но пока еще не знают они, что это Пу, но выбрали Ви, вот, а Ви, и потом я жарился, сделала, типа, вишневый, вот, но до конца, наверное, и не догадывались, что Ви это вишневый, не знаю, девочки, кто голосовал, кстати, и смотрит меня, кто голосовал за Ви, думали, что это вишневый, или что значит Ви? Короче, вот, обычным лаком крашу, прошлые ноготочки неделю целую продержались, мне понравилось, в этот раз я еще и сделала базу, то есть я сделала базу, потом два слоя лака и слой топа, посмотрим, сколько времени продержится, сегодня я уже мыла голову даже, ну, я вот не так вот прям мыла, да, ну, вот так вот, как бы, да, пальчиками старалась, ногтями не мыть, что еще, посуду я сегодня помыла, поубиралась немного, то есть сегодня ногти, испытаний много было у ногтей, ну, пока что цело, на красных, кстати, будет отлично видно, если что-то будет сдираться, да, то есть красный уже не поносишь, так, если что-то по бокам сам содралось, оно будет прям резать глаз, ну, в общем, посмотрим, сколько продержится с базой и стопом, потому что, честно, я никогда не красила ногти и с базой, и с топом, я отдельно с базой не красила, я отдельно с топом, вот что-то мне посоветовали девчонки в комментариях, я думаю, дай попробую, и вот в прошлый раз просто без базы, просто с топом, я проносила их неделю, ровно неделю, и вот вчера суббота вечер, и я накрасила новые, короче, по субботам, если продержится, то по субботам будем красить новые ногти, вот, в следующий раз надеюсь, не надеюсь, а точно будет что-то светленькое, но там разные оттенки модные, посмотрим, что будет, короче, настроение нормальненькое, хорошенькое, сейчас умоюсь, вот решила вам подснять, пока я накрашена, я сейчас пойду умоюсь, Даньку, наверное, завтра в сад не поведу, завтра мы будем целый день с ним, наверное, в перерывочках, будет он мне делать это, домашку для логопеда, ну, там такое, знаете, как и подготовишка, и домашка, там буквы прописать, там строчку, примеры какие-то решить, задачи решить, вот, и, короче, папку всю эту заполнить и подготовить, наверное, вот этим будем завтра заниматься, во вторник уже пойдем, потому что у меня, вроде более-менее свободный день, завтра, и как-то сегодня насыщенный такой был день, мы в торговый центр пошли, я что-то и снимала, и монтировала, и сняла же видео сегодня, так что это, я устала, это нормально, поэтому уже время 11, а я еще хочу отдохнуть, для меня отдохнуть, это умыться, сделать салатик, включить кино, вот, я думаю, что еще час-два я на это потрачу, ляжем в час, вряд ли мне в 7 захочется встать, поэтому понедельник, будем дома, продлим выходные, короче, пока телефон на зарядке пошла, умоюсь, расслаблюсь, хохочет, хохочет, отечество, на зарядке пошла, пахе, как я доставлюсь, покажем? Ребенка,